всем привет добро пожаловать на мой канал и канал моих питомцев у нас сейчас ранее ранее утро и я решила снять сегодня целый день вместе с нами показать вам какие-то новиночки покупочки рассказать все что у нас произошло покажу жизнь нашего щенка лили мы ее назвали лиля я в том видео не озвучила это и хотела бы я вам показать посылочку который мне пришла для моего ухода для моих волос так как зрители на моем канале в основном девочки девушки женщины я думаю вам будет интересно и полезно узнать о уходе за моими волосами за лицом и чем я пользуюсь оставляю ссылки конечно же на все все что я вам сейчас покажу покажу прям в начале видео конечно же мне пришла натуральная косметика я уже более года где-то пользуюсь только бессульфатными шампунями всем натуральным и да я вижу эффект вот поначалу да когда я делала ботокс волос и мне назначили натуральные шампуни я такая блин они же вообще не промывают голову или типа вот я перестала все это делать но спустя время я приучила свои волосы к натуральной косметики и я могу их сейчас мыть реже потому что на них нет никаких парабенов и они действительно вот эти шампуни спасают от этой ситуации и конечно же я попробовала шампуни тоже от натуральной косметики бальзам останавливающий для сухих и ломких волос и из такой же серии шампунь я уже где-то около двух недель пользуюсь этими баночками уже у меня половина ушло на мои волосы конечно же но и все равно и когда вы моете волосы не советую про много всего наносить как рекомендуют салонов по чуть-чуть и тогда расход будет минимальный эти шампуни мне просто идеально подошли волосы у меня прям мягкие можно прям даже не расчесывать они будут идеальны и прям вот такие прям мягкие запаха такого резкого нету прям мне не нравится именно когда натуральная косметика пахнет травами а вот это вот фирма вообще не ну такие нейтральные запахи также я сказала маску для волос глубокое увлажнение масло кактуса без парабенов и силиконов 99 процентов натуральности для глубокого увлажнения я люблю использовать маски примерно раз в неделю я их использую вместо бальзама мне нравится вот но я не люблю много масок различных начинать это я попробую чуть чуть позже потому что у меня есть еще одна масочка который я начала также я очень люблю использовать спрей для волос и у этой фирмы тоже есть спрей для волос для роста и укрепления взяла вот с экстрактом шелка кокоса кокосовое масло вообще очень полезное в принципе как и в еде так и для волос для тела и спробую в каких-то влогах вам расскажу я вообще обожаю спреи расчесываю я волосы всегда только с спреем у нас меня там собаки месяца собаки у меня там короче бесится в общем ладно следующее у меня для кожи уже серия у этой фирмы есть все я оставлю сайт посмотрите и потом можете сверить если на на валбересе на зоне бесплатная доставка она там есть но вот по товару можете посмотреть это сыворотка для лица такси с апельсинчиком с черешней смородиной тоже буду пробовать меня в принципе лицо не не очень проблемное но вот бывает прыщами обсыпает конечно сыворотки тоже очень люблю я использую сыворотки под глаза потому что у меня тоже проблемы я мало сплю и из-за этого у меня постоянно мешки на общение от рождения и также я заказала натуральный мицеллярный гель для снятия макияжа я в принципе крашу только ресницы но мне всегда хочется средства которые у тебя не будут болеть глаза сейчас я пользуюсь на данный момент мицелляркой из литуаля со вкусом мохито может и знаете там со вкусом мороженого еще есть от них не болят глаза но вот решила попробовать более профессиональные средства и из натуральных компонентов попробую во влогах расскажу все ссылки на это оставлю шампуни уже можете смело заказывать они шикарны я думаю все и вот это тоже потому что это натуральная косметика с натуральными компонентами то что я вам реально могу посоветовать надеюсь вам было интересно и полезно многие меня спрашивали что-то снять проход за волосами там за этим я частенько показываю вам различные шампуньки надеюсь вы что-то найдете для себя если вы закажете потом рассказывать свои отзывы пишите в комментариях общайтесь в комментариях будет интересно почитать показываю вам нашего щеночка вы смотрите нужно какая большая сосиска такая же средняя порода конечно скоро нам три месяца я вам покажу в следующем видео как мы ходили на прививочку мы уже привились ждем первой прогулки вот такой у нас замечательный хвостик сердечко привет 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 сейчас мы занимаемся ее дрессировкой потому что средняя порода важно что-то не упустить воспитание собаки она очень много пьет игрушки у нас тут везде уже такие серьезные вам еще покупки покажу следующих видео ну в общем сейчас я начну уборку утро заводчика пойду завтракать и надо приучаться гулять с собаками тренироваться потому что вот корги с ней на обязательно нужно будет гулять утром и вечером это как минималка поначалу ты какая еще и побольше такая большинка ну конечно необычно непривычно юська еще не очень привыкла к ней хочется ей играть но она немножко побаивается и мелким не очень нравится то что она за шерсть хватает но мы отучаем от этого во первых я сейчас учу собаку выдержки или отдали или или сидеть сидеть молодец лиля молодец не все хорошо относятся но вот ее напор щенячий мелких немножко смущает то что она хватает за шерстку будем воспитывать тебя конечно вот эти щенячие фокусы у юриков маленькие зубки у шпицы фокурки уже конечно это все таки овчарка поэтому учим ее воспитанию я учу муж хочет чтобы все у нас было хорошо и в дальнейшем мелких чтобы она не кусала даже чтобы не прикусывал акула нельзя и лиля нельзя назвали мы ее лиля лилибет по документам меня зовут британия мы ее назвали честь королевы елизавета 2 детстве ее назвали лилибет и елизавета 2 за всю жизнь было 30 корги сейчас у нее одна корги вот такая вот история клички долго думали потому что британия сложно на языке королева дома в королеве ты точно будешь королевой ты скоро маркус уже перерастешь нельзя кусать что-то записать зубки режутся и вот это щенячьи покусы конечно сложная тема но важно в среднем породе это не упустить а так она спокойная девочка повесить повеситься и больше половины дня она спит скоро мы будем гулять и вся ее энергия будет оставаться на улице вообще надо чтоб собака дома только спала играла на улице другими собаками будем социализироваться но я думаю все хорошо он такой хоть и классный просто но конечно уже более сложновато воспитать грубо говоря уже большую собаку другими нравами с другими повадками что начинаем утра смытья полов я мой полы каждый день бывает что такое нужно два раза помыть собачками квартире по-другому никак и вчера просто случилась жесть у нас сломался робот-пылесос я не знаю почему он выдает ошибку мы его почистили полностью разобрали ничего не помогло я даже не знаю куда обращаться как у нас только бы маленький город я не знаю трогать пылесос кто чинит у нас вроде бы есть еще как-то гарантия в любом она есть и я думаю сдать в магазин типа может они починить либо дадут новые либо деньги назад и я уже много техники так возвращала потому что мне вечно не везет вообще я хотела бы пылесос сяоми роборок я пожалела что взяла tefal потому что для него очень дорогие запчасти вот я хочу пылесос себе сяоми который вот такая палочка да беспроводная она очень нужна с собаками пылесос робот-пылесос это лайтовая уборка это одно а когда что-то нужно прям экстренное качественно это вот такой пылесос надо ну я сейчас еще денежки у него куплю думаю на новый год взять а вот с пылесосами очень расстроенными просто встает сейчас вся уборка я привыкла просыпаться включать робот-пылесос вот и в итоге придется мне сегодня вдвойне обычным пылесосом проходиться и вот по поводу этой швабры мне очень нравится даже я пристроилась что она такая вот ну легенькая но я думаю если взять подороже те тоже не факт что швабра будет чуть-чуть потолще я буду брать под это бабушки она меня попросила попозже и я попробую заказать подороже чтобы вот это вот было потяжелее а сама ведро вот эта техника это просто очень удобно я сейчас снимаю вам видео и одной рукой могу выжать тряпку заново намочить убираетесь вместе со мной и нет никаких препятствий кстати в нашем городе она стоит 2 с половиной тысячи маленькая я на ламберисе заказал за 800 рублей ссылку я прошлом видео оставляла можете посмотреть очень удобный что вот еще снизу если такие вот эти штучки открывается воду можно выливать ну в общем какие-то такие новости сейчас я поубираюсь потом пойду с собаками гулять сегодня на улице более-менее погода в общем я тренируюсь на маленьких собаках с выгулом можно пеленку ходим корги будет ходить гулять я буду гулять муж будет гулять вот я тренируюсь с утра мне на это хоть с кем-то приучаться гулять и вечером также вот видите шерсть она хорошо собирает меж теперь собаки которые меняют поэтому уборка это каждый каждый день расстилая пеленочки такая у нас сейчас новенькая с принтом собачка соня такой интересный print многоразовых пеленок сейчас буду везде расстилать и мы с вами отправимся на прогулку мы вышли на прогулку сегодня у меня мои упряжки маркус и бетти маркус мальчик самый стандартный йорк из моих и бетти малышка эти я никогда не гуляю там с большим количеством собак это опасно неудобно в городе это самый популярный опрос которыми задают люди на улице и знакомые как я с ними со всеми гулять во-первых они находятся на пеленку а гуляя с ними в удовольствии чередую каждый день у меня разные устром с одними погулял вечером с другими они ходят на пеленку но они на улице ходят но у них это не обязательно условия гуляем мы только когда хотим а вот скорги я буду гулять три раза в день поначалу потом мы это все сочистем до двух рад чтобы совмещать с работой удобно маркус вот такой дождевик маркус не очень любит осень и идет еле-еле об эти все равно она любит гулять это у нас и веничка тоже все документы проверили прописка вене вот этот габансончик ему он ровесник маркуса мы вот прям самого-самого детства с ними общаемся очень нравится характер его такой спокойненький со всеми моими собачками контактирует хорошо маркса 8 лет будет а ему уже 9 помню марку с щенком был и это первая собака был с которым познакомились прошло уже 8 лет почти все это там нашел я решила себе на завтрак сегодня сделать манго я даже забыла как вырезать по моему вообще на удивление найти спелый манго в нашем городе и поверьте где-то год искала нормальный манго не все жесткие у нас же нет там не ленты глобуса и по моему вот так вот вывернуть да да я не забыла как делать манго запомнили да если кто не знал это знаете для фоточек в инстаграме но на самом деле удобно так есть чем просто так а вот эту вот часть просто так будем есть некрасивый с косточкой вы нужно разрезать по бокам смотрите какой он спел я надеюсь он не тухлый знаю что мои видео всегда поднимают аппетит что истории что видео я иду завтракать сейчас попробую эту мангу вот тут прям вроде нормально она в общем мягкая но она не сладкая так что мягкий манга не показать время уже дозревал дома надо такой желтый попробовать который типа как тайские что называется а сейчас вы увидите реакцию бэти в принципе на все что ей хочется добыть еще одна бежит ладно пути она пока не попрошайничает манга бэти будешь клянчить да 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 я не сомневалась сейчас разобрала новую поставку зимней одежды для собак кто еще сомневается заказывать у нас или нет обманываем или нет может сами посмотреть что мне все в наличии мне не нужно ждать сейчас буду фоткать новинки смотри какая красота красный такой насыщенный еще три ящика еще три ящика есть еще три я живу на складе в данный момент но что поделать такие курточки гуччи тонни пикотажные это все зима я сейчас работаю даже с бульдогами размеры для них тоже есть сельки 2xl и 7xl даже есть в общем как-то так решила снять видео в инстаграм для тех кто еще ни разу не заказывал нашем магазине или думает что мы тоже там мошенники то что ничего наличия нету знаете много магазинов которые собирают предзаказы даже на эту фирму люди ждут месяцами потом они обращаются ко мне чтобы я поменяла им размерчик например я конечно меняю для меня это не проблема но чтобы вы понимали это все только зима и только унисекс модели а также есть девочек сейчас я просто считаю все ну и заодно решила записать видео утро следующего дня я все утро оформляю ваши заказы я знаю многие смотрят меня и 70 лет 80 процентов наших заказчиков это зрители ютуба особенно те кто любит маркуса все оформила и этот заказ это все почта и это с декут кино свитерки есть теплые пижамки беждевики комбезики в общем я пошла на почту надеюсь мне не выгонят с почты с такими посылками ну собачки все утепляются с нам все посылки едут на север